Региональная энергетическая комиссия наконец-то понизила стоимость проезда на электропоездах в Сочи. В департаменте цены тарифов Краснодарского края подписан приказ, согласно которому тариф снижается втрое. Вопрос с проезда в «Ласточках» глава Сочи называет наболевшим. Прошлогоднее подорожание пригородных перевозок вызвало у горожан, мягко говоря, неудобства и беспокойства. Тогда же перед руководством курортов стала серьезная задача. Мы тогда с вами рассматривали вопрос, что мы из бюджета города будем погашать разницу между старым тарифом и новым. Но, насколько я понял, закон нам такого не позволил, и мы пошли другим путем. Надо сказать большое спасибо губернатору Краснодарского края, Александру Николаевичу Ткачеву, за то, что он нашел источники, за счет чего будет реализована возможность по той старой цене возить наших пассажиров. Ну и, конечно, всей той команде, которая занималась тем, чтобы доказать, что тарифы превышены. И второе, чтобы доказать, что все, что построено на государственные деньги, должно работать и давать эффект. Расписание пригородных поездов восстановят, в том числе и по двум ключевым направлениям – Сочи-Красная Поляна и Лазаревский Олимпийский парк. Сейчас там действует на каждом направлении порядка шести пар. Уверен, что при этой цене это в том числе и скажется на наполняемости, в том числе и накануне летнего курортного сезона 2015 года. И перевозчики будут наращивать количество этих пар, потому что, как мы почувствовали с уходом электрички, это очень востребованный вид транспорта на территории города Сочи. Таким образом, с 1 апреля жители и гости курорта за поездку по маршруту Сочи-Красная Поляна в электропоезде «Ласточка» вместо нынешних 350 рублей будут платить 119 рублей. Адлер-Красная Поляна – 68 рублей, Сочи-Адлер – 51 рубль, Сочи-Олимпийский парк – также 51 рубль. Продолжение следует... Продолжение следует...